Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Мы с вами встречаемся для того, чтобы проанализировать все происходящее. Много событий, много высказываний, они все разные, они направлены на разную цель. И наша задача установить причинно-следственные связи, понять, почему звучат те или иные высказывания, почему происходят те или иные события, и найти ответ на главный вопрос, а что с этими знаниями делать дальше. Вот именно для этого мы приглашаем гостей, которые помогают анализировать и обращать наше внимание на вещи, на которые мы с вами, возможно, не обратили, но это является важным. Кирилл Сазонов сегодня у нас в гостях, это политолог и военнослужащий ВСУ, здравствуйте. Добрый вечер, рад видеть вас. Спасибо большое, мы также рады. И, друзья, я вам напоминаю, что Кирилл Сазонов также автор телеграм-канала, который мы вам всегда рекомендуем, на который я сама подписана, который я читаю, он называется Сазонов Афишал, мы оставляем ссылочку под этим видео. Что вам надо сделать? Вам надо кликнуть на эту ссылку, подписаться на канал и читать новости, которые там публикует Кирилл. Там много всего интересного. Поэтому я вам от щиру госерца рекомендую, потому что мне самой нравится иногда какие-то истории с окопов почитать, что происходит. Иногда оперативная ситуация с первых уст, так сказать, что тоже очень важно. Кирилл, спасибо вам большое, что вы к нам присоединились. И давайте разбираться с тем, что происходит. Во-первых, всех нас поздравляю с тем, что мы таки выиграли первый свой матч на этом Евро. Все следили. Если вдруг вы не следили, то я вам скажу, что мы выиграли 2-1. Это нам дает большие шансы. Но давайте все-таки о Часовом Яре. Значит, россияне пытаются продвинуться в районе Калиновки и Часового Яра. Об этом сообщает Генштаб. Мы уже с вами в прошлый раз договорились, что можно озвучивать информацию, что вы там находитесь. Поэтому расскажите нам, как эти продвижения выглядят на практике. Ну, на практике есть новости более важные, более неприятные. Естественно, да, действительно, Генштаба, Сувхортица дает два раза в сутки информацию. Тоже не от хорошей жизни, а потому что ситуация постоянно меняется в динамике. Да, действительно, наступление на Часов Яра они пробуют постоянно. И сам Часов Яр, и обойти его с двух сторон. И в районе Калиновки, и в районе Иванковского. Вообще постоянно кромешные ады. Идут бои со стороны Богдановки, они лезут. Но уже больше суток идут тяжелые бои на новом направлении. Тоже здесь рядом. Вы такого направления еще, наверное, не слышали. Оно, фактически, название появилось сегодня. Это так называемое Торецкое направление. На самом деле, это совершенно рядом здесь. То есть, вот, от Константиновки до Часов Яра 10 километров. И берешь правей, тоже рядом совсем это уже Торецк. Так вот, со стороны Горловки на Торецк они полезли на Шумы и на Нью-Йорк. Это рядом с Торецком. И это, конечно, угроза Константиновки уже. И, соответственно, тылу Часов Яра. Они готовились к этому. Ну, это сообщают мне местные, кто там остался. Я сам-то родом из Горловки и Донецка. Что они месяц где-то там собирались. В принципе, мы это видели. Техники там много. Они не притащили с собой. То есть, действуют по стандартной схеме. Обстрелы, ракеты, артиллерия. И дальше лезут живой силой. И лезут напором, берут количеством. Условно говоря, мясные штурмы. Они полезли. Вчера был очень жесткий бой и вечером, и ночью. К ночи они вытеснили нас с одной из позиций. Набились то, что местные называют водокачкой, большим отрядом. Ну, там, бетонные стены, мощные здания. Там куча железобетона. Забаррикадировались. Там, видимо, начали праздновать победу. Но как раз туда прилетела наша ракета. Большая и тяжелая, американская. И там теперь кусочек России, кусочек Ады. Или большая яма. Называйте, как хотите. В общем, на самом деле, хитрость военную тут проявить почти невозможно. Потому что, с одной стороны, висят дроны везде. Ну да. А с другой стороны, территория тут небольшая. Шахматная доска не очень широкая. Поэтому количество комбинаций ограничено. Мы ждали, что оттуда в любой момент зайдут. Поэтому ребята сидели там в окопах, сидели в блиндажах. Мы уже готовились к обороне. Там эти позиции с 2014 года остались еще в линии разграничения под Горловкой. Но теперь вот и наша бригада в том числе там работает. И гримовские пацаны, гримовские минометы уже там работают во всю. То есть держим там торец. Они рвутся к Камстахе теперь с нескольких сторон. Мимо Часовьяра. Через Часовьяр, но пройти не могут. Будут рвутся с Покровского направления на трассу Константиновка-Покровск. И теперь, видите, добавилось еще между ними посерединке полезли из Горловки. Достаточно тяжело, потому что они натянули резервов туда. Я там уже в телеге у себя отписал, какие подразделения против нас работают, какие дивизии, какие приданные батальоны. Никаких чмобиков, забудьте это слово. Достаточно подготовленная десантура лезет, которую сюда подтащили. Мы знаем даже с каких направлений их сюда подтаскивали. Мы почти этот 98-й очень плотно разобрали в мае. Они получили подкрепление, лезут опять. И так называемый спецназ первого корпуса ДНР армейского, так называемый. В общем, много людей кидают активно, очень лезут, сопротивляемся. Но у нас уже ситуация не та, что в конце марта. Опять-таки, никаких секретов не открою, потому что я их не знаю. Где, сколько приходит БК, ракет, снарядов, это самая большая военная тайна. Поэтому даже если ты это используешь, ты знаешь, сколько их у тебя сейчас. Ну да. И получишь завтра, сколько ты привезешь или сколько привезут тебе. Сколько у соседей, сколько будет послезавтра, сколько их где. Вообще, этого мы не знаем сами, естественно. Вот, я скажу, и грады работают наши уже, и потяжелее кассетники работают, и ствольная арта работает очень тяжелая, и наша, и западная. Поэтому тот участок, который, особенно если это открытая или даже зеленка, от точек выхода своих до наших позиций, так называемая зона поражения, там отрабатывают и арта, и минометы, и очень много работают наших FPV-шек, дронов. Но тут, правда, война такая, и у нас у них дронов много, и у нас у них есть РЭБы. Поэтому часть дронов, конечно, сводится с курса, сбивается и нами, и ими. Это не универсальное такое средство. К сожалению, противоядие против него есть у них, и, к счастью, есть у нас. Вот, поэтому очень жестко, и они теряют, в основном теряют, что логично, при перемещениях, при подходе к нашим позициям. В идеале было бы больше снарядов, ракет, дронов, они бы на наши позиции вообще не доходили, и пехота, наверное, научилась бы играть в нарты, наконец. Но пока часть доходит до позиций, и при общем количестве большом доходит. Просто, когда мы рассказываем, я поймал себя на том, что я рассказываю ребятам, вот, вчера было 4 штурма на этой позиции, 7 на этой, и на этой позиции штурм идет прямо сейчас. Ну, тяжело, они постоянно штурмуют, штурмуют, и вы неправильно понимаете. Штурмуют, штурмуют, это значит процесс такой, как бы без изменений. У них каждый штурм, они оставляют больше половины людей, которые на этот штурм пошли. Больше половины, и те, они на этих штурмах стачиваются. То есть, меньше половины добегает до позиции. Остальные 200-300, все. На позициях, даже когда они прорываются, радостно там микрорайон канал на часов яре, их там выбивают, наши штурмовики опять-таки, наши дрончики отрабатывают. То есть, каждый их штурм, это потери. Они на этом участке теряют, ну, за вчера, за сутки, вот, мне Назар Волошин сбрасывал свой хортист сегодня, больше 200-200 у них погибших, и гораздо больше 300 раненых. Это же подчеркиваю, это официальная инфа, это вот только часом яр, и эта инфа за сутки только верифицированная. То есть, если я приду и скажу, доложу в штаб, что я там сейчас только что прицельно завалил 20 орков, нет, это так не работает. Иначе мы себе поприписываем себе тут кучу великих подвигов. Только подтвержденное видео, наблюдателей хватает, что вот шли, вот они, да, вот видишь, вот они лежат, 4 человека, просчитали, все. То есть, это подтвержденные потери. Сколько их там сгорело в технике, сколько их сгорело в зеленке накрытой, никто не знает, никто не подтвердит, никто нам их, естественно, не засчитает. Так их больше. Да, но в то же время мы все время, когда следим за этими событиями, мы ждем, когда же у них закончатся ресурсы, закончатся люди. Вот поехал Путин в Пхеньян, мы тут пытаемся с аналитиками анализировать, и все говорят, ага, ура, значит, у них заканчиваются люди. Поэтому он поехал просить у Кореи людей, да, корейцев, чтобы они пришли сюда и помогали, значит, им на фронте, а это хороший знак. То есть, мы во всем пытаемся найти какие-то хорошие знаки. Есть ли ощущение, что они действительно стачиваются? Это правильно искать хорошие знаки, потому что ты можешь искать во всем хорошее, и даже когда тебя поведут топить, будешь радостно орать, ура, мы идем купаться. Я стараюсь такого придерживать, потому что те, кто впадают в депрессию, говорят, их очень много, они нас задают, все, это тебя убивает не так быстро, как пуля, но быстрее, чем старость. Действительно, есть хорошие знаки. Почему я об этом сужу? Да, их много лезет на наши позиции, да, они теряют людей и кидают новых, да, блин, они успевают их даже тренировать. То есть, ну, есть, ребята берут в плен иногда, там, каких-то чудаков, особенно на Харьковщине, там, взяли 60 человек в плен, которые, да, практически неделю назад подписали контракт, и под обычные рассказы про то, что будете стоять на блокпосту, отправились на штурм в Волчанске, где и закончили все. Вот, такое есть. Но здесь мы сталкиваемся уже с теми, кто успел потренироваться, то есть ресурсы у них еще есть. Но берем знаки. Месяц назад они перебросили на Донеччину, западнее, южнее, чем мы, скорее, да, южнее, чем мы находимся, они перебросили 2000 человек пополнения. С одной стороны, много, с другой стороны, во-первых, половины их уже наверняка нет, а во-вторых, откуда они взяли эти 2000? Они взяли их с Тихоокеанского флота. Морскую пехоту, еще ребят, ну, которые по суху, то есть не моряков, с танками, с бронетехникой, 2000, это так называемое сирийское увыкувание. Те, кто должен был идти на Сирию в качестве пополнения, замены погибших и раненых, и в качестве ротации, чтобы кто-то ушел отдыхать. Нет у них возможности отправить сюда 2000 откуда-то взяв, они снимают их с Сирии, отправляют сюда на Донеччину. О, Харьковщина, Волчанск, сколько они штурмовали, сколько людей там потеряли, кого они туда бросили? Они бросили туда из группы войск, по-моему, Белгород или Курск, я не очень слежу за их группами, так называемый африканский корпус. По названию понятно, это те люди, которые должны были идти у них на Африку, тоже на ротацию, на замену, на пополнение. Нет у них людей свободных, нет у них людей для Африки, все кидается сюда. Они кричали, что Финляндия вступает в НАТО, они усилят на границе группировку, дадут там всем по ушам. Вот спутниковые съемки, 80% личного состава с финской границы, состав с воинских частей, сняли, кинули сюда. То есть уже чувствуется, что людей не хватает. Дальше, они выгребали очень много, помнишь, еще год назад Вагнеров, набор по тюрьмам набирало. Набор по колониям у них стартовал заново, но уже по-женским. И уже мы видим женщин здесь. Почему? Потому что по-мужским они выгребли все, что могли. Да, тут знаменитая одна, мы по рации вычислили пулемет, работал дурак, куда ты стреляешь, а? Анка-пулеметчица. Вот... Они выгребают с Непала, с Азии вообще, с Африки, весь этот потреб, весь этот бус человеческий наемник, где попало. Они вербовали, это было все время пополнение контрактников, с небогатых окраин России, Дагестан, Якутия, Бурятия, Тува, там, ну все вот эти вещи. Просто им заплатив приличную зарплату, пообещав, и первый большой взнос за то, что ты вступаешь в ряды, подписываешь контракт. Они вынуждены это повышать, повышать. Неделю назад я смотрел, сколько у них по рекламе, от 10 тысяч долларов за подписание контракта разовая выплата до 18, Краснодарский край, самая большая. Вот, ну им ближе климат и ближе вести, видно. То есть уже им за громадные деньги приходится искать людей. Все эти признаки говорят о том, что нет бесконечного человеческого ресурса. Их по-прежнему, говорю, много, их завтра не станет мало, и послезавтра не станет меньше, чем нас, но уже донышко в этой бочке с говном показалось. Все. По оружию тоже. У них бесконечные склады, у них этой техники, они добудут старую советскую, они добывают старую советскую, вернее добывали. И я не смеялся никогда над танками Т-62 и Т-54. Конечно, это не Абрамс, это не современно, это не Брэдли далеко. Конечно, это старый советский танк, который обшивают еще и сараем. Тут, кстати, по Дываньковскому хлопцы взяли, по-моему, по Дываньковскому взяли хлопцы из 22-й бригады. Такой сарай, целый этот танк обаренный всеми мангалами, вместе с экипажем взяли. Там, по-моему, мехвод не собирался сдаваться, собирался биться с страшными бандеровцами до конца. Но два других члена экипажа его скрутили, сказали, не-не-не, там кормят, там не бьют, мы смотрели. Ну, дело в том, в общем, я не смеялся, почему? Потому что, да, это старая техника, но иметь парочку старых танков и не иметь никаких вообще, это очень хреновая разница для того, у кого нет вообще. Они тоже стреляют, у них тоже надзвуковой выход, то есть сперва рядом с тобой взрывается снаряд, а потом, если ты выжил, ты слышишь, как он вышел. Вот, у них снаряды быстрее звука вылетают, это свойство танка очень неприятное. И два танчика, в принципе, в свое время поселок, где мы стояли, разобрали напрочь. Ничего мы не могли с ним сделать. Два танка всего подошли, сгорела одна из моих любимых машинок Митсубиси тогда, Л-200, магазинчик разобрали, он стал у нас Меккой. Всякий раз, когда приезжало пополнение, мы к этому магазину возили ребяты, поедем сейчас в магазин. Видимо, как тут работает магазин. Ну да, он открывается, у тебя там груда кирпичей. Вот такой юмор, да, они небольшой поселок разобрали. То есть все это есть. Что они сейчас берут? Склады тоже не бесконечные. Мы видели эту штуку год назад, мне ребята рассказывали, что они видели. Вот Крюгер рассказывал, что видели еще под Бахмутом год назад. Но использование, я увидел здесь уже сейчас, это такой многоствольный бомбомет. Вот он сказал, любой военный человек, он сразу объяснит, что когда речь идет о любом таком оружии на суше, оно начинается со слова «мина». Миномет, миноискатель. Когда на флоте, это бомба. Это снимают с кораблей. Это штука 61-го года выпуска, 1900. Они их применяют. Назар Волошин, на суппортится спикер, говорит, что и на Харьковщине уже тоже они эти штуки видели. Кроме того, применяются 76-мм пушки, тоже снятые с кораблей и катеров. С одной стороны, логика в этом есть, потому что если у тебя есть эта сброя, если на море ты не воюешь, и у тебя есть к ней БК, который не надо везти из Северной Кореи, почему бы это не использовать? Все, логично. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что если они используют снятое с кораблей и катеров вооружение, значит, сухопутного, действующего, работоспособного, лучше, чем 61-го года, у них нет на складах. И они цепляются на это морское, на мотолыги, на любую бронетехнику, которая его потянет. На мотолыги редко, потому что она пробивается, в принципе, автоматом. Ну, то есть, как-то пытаются комбинировать, использовать. То есть, мы такие вещи делали всю жизнь. От бедности, от того, что у нас чего-то не хватает. Мы что-то постоянно изобретаем, выдумываем, чудим. Вот мы сейчас разговариваем, ребята изобретают и чудят. Делают ручку вручную. Ну, потому что волонтеры могут привезти дрон, могут привезти мед, могут привезти машинку. Но волонтеры не привезут тебе бомбы. Ну, да. Без бомб дрон лишен всякого смысла. Поэтому это мы делаем сами. Нам, военным, никто не запретит. Тюрьму нас не посадят за изготовление этих вещей. Если их не везти потом в Киев с собой, ну, мы не возим. Вот. Мы это делали от бедности. Потому что Украина к войне не готовилась толком. У нас этих складов с 2014 года сгорело несколько крупнейших. А Россия же готовилась к войне. Они запрасывали нас чем попало, сколько угодно. Особенно в начале войны и в этом, этой зимой штурмы Авдеевки, тут штурмы Часика тоже. Они закидывались очень много. И, видимо, уже донышко тоже показалось. Поэтому Путин летит в Северную Корею. Поэтому он просит оружие там. Поэтому он выкупает старое советское оружие, где попало. Это, кстати, очень важный момент. Мы подходим. Ни Иран, ни Северная Корея, никто в мире Путину оружие просто так не даст, как его часто дают нам. Они ему продают. Значит, пока мы здесь воюем. Я же почему и не смеялся над Северной Кореей. Там много смешных эпизодов, унижение арсирию. Но по результатам привезут... Нам больше всего понравилось надгробие в виде портрета, который подарили. Пока их выгоняли из этого помещения, тоже было прекрасно. Но я понимаю, что он все равно зараза привезет снаряды, которые будут падать нам на голову. Это плохо. И от того, что мы делаем свое, их нужно оставлять без денег. Все время говорю, Россия без денег, она выдохнется через несколько месяцев. Им никто, ни товары двойного назначения, ничего. То есть оставить без денег очень просто. Что Россия продает, на чем зарабатывает? Это нефть, газ, металлургия. Уран. Уран, ну уран уже закрываем вопрос, против Росатома обведены санкции. Это хорошо, США вводит, дальше будет больше. По металлургии, слава богу, потому что Чехия и Бельгия начали вроде ослаблять санкции против Лисина. Подняли шум наши дипломаты, подняли шум наши эксперты. В Европарламенте депутаты, по-моему, литовские включились. Возможно, еще кто-то, не хочу забыть. И, наконец, эту тему пресекают. Это очень хорошо. По нефти, СБУ, дронами, самые эффективные санкции, это дроны СБУ. Оставить Россию без денег очень важно. Почему? Потому что без денег воевать невозможно. И Россия не сможет, и мы на самом деле не сможем. Я всегда говорю, что без денег воевать невозможно. И дело не в моей зарплате, не в зарплате побратимов. Мы покупаем кучу вещей. Не все нам стоит бесплатно. Далеко не все. И топливо, и еда, и вода, и логистика. Все стоит денег. Поэтому деньги нам нужны. И мы, и Россия это тоже прекрасно понимает. Защищая как-то свои деньги, она бьет по нашей инфраструктуре. Почему не бьют по энергетике? Чтобы делать жизнь людей тяжелее. Каждый день, каждый день удары по энергетике. Чтобы остановить наше производство, которое еще работает, ударить по логистике. Именно поэтому удары по энергетике очень тяжелые для нас. Именно не только в плане неудобства. Да, неудобно подниматься пешком без лифта на какой-то 20-21 этаж. Да, водоснабжение, водоотведение. Это критичные вопросы, критичная инфраструктура. Но еще это и работа предприятий. Это работа предприятий, которые без энергетики работать не могут. Мы остаемся без денег. Это очень-очень плохо. Поэтому энергетики восстанавливают все. И вкладываются, насколько я знаю, компании «Юкранерго», «Энерго», «Энерго», «Эдетек», все и частные, и государственные. Вкладываются в восстановление каждый день. И зараза через несколько дней после восстановления опять по ним бьют. Потому что без ПВО никакая кирпичная стена от ракеты тебя не защитит. Это не дрон. То есть, с одной стороны, мы говорим все время про войну, которую ведем мы здесь. Но война идет и в экономике. И как журналист, ты прекрасно понимаешь, как война идет в Паганде сумасшедшая. Это тоже очень важная война. То есть, ну, вот представляешь, как твои коллеги в погонах сейчас, которые работают в пресс-службах, пресс-офицерами, направления от Улуганск, нашей бригады, какая у них загрузка. Потому что, ну, 80-90% сейчас штурмовых и боевых действий всех – это Асуф-Хортица. Это вот Харьковщина, Донеччина. Тоже закрывается, но потому что нужно. Потому что брак раздувает. Они уже часобьяр на словах брали столько. Ну, наверное, за мая. Да, да, я помню. Да, потому что я уехал куда-то в Константиновку или куда-то чем-то. Грузился, вернулся, разгрузился, приехал в часик, к пацанам зашел. А нас окружили. Когда, кто? Ну, передают по российским каналам. Первый раз, что ли. Пугаться. Сегодня тоже мне. Я еду, где-то остановился, перекур, мы пьем каву. Я в лес в телефон не пью. Что там, Торецк взяли уже? Я говорю, как? Час назад. Да не могли. Ну, вы что? А где вы взяли? Да вот тут одно украинское издание написало. Пох. Написал знакомому пресс-офицеру. Назар говорит, да, нормально. Все нормально, уже опровергаем, даем информацию. То есть, да, информационная война, экономическая война. Извини за тавтологию. Военная война. Это все, конечно, идет постоянно. И каждый на своем месте должен держать свой кусочек. Поэтому неоценима помощь украинцев, неоценима помощь волонтеров. Приняли закон о том, что местные советы могут поддерживать спройные силы, что-то покупать. Это очень правильный закон. Но между нами говоря, это работало и раньше. Кто хотел, кто понимал. Чем ближе к фронту, тем лучше стали понимать. Я еще помню 22-й год, когда мы обращаемся к мэру города, который защищаем, маленького, с просьбой дать нам трактора для оппозиции. Он говорит, не, у меня трактористы туда не едут, там стреляют. Мы говорим, ну не на ноль же. На вторую линию. Мы будем отступать. Ну, да. Вынуждены будем отступать. Ну, помоги, мы лопатами же не зароем. Да нет, нет. Сейчас он ходит по Киеву, дает грустные интервью, как он любил свой город. Которые сравнялись с землей фактически. Видим, осталась куча пацанов. Сейчас не так. Сейчас мы видим по Краматорску, по тому же. Ну, Краматорск тут центр всего, фактически столица Данилской области. Точно есть то, что из крупных городов Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Покровск. Вот. Помогают и органы власти местные, и люди помогают, бизнес помогает, ДБР помогает. Ну, полиция тут фактически в боевых условиях находится тоже. Вот. Поэтому все, в принципе, объединяются, все, в принципе, работают, потому что никто не хочет, чтобы его город превратился в Авдеевку, в Бахмут, в то, во что сейчас превращают в Часик. У меня почему-то такая стойкая, жуткая ассоциация с микрорезом Канал. Это вот такой род старика, который не следил за зубами. Все полуразрушено. И торчат отдельные вот эти многоэтажки. Они, ты знаешь, если не видеть, что они попали насильно, они как будто новые. Знаешь, только выгнали коробки, ни окон, ни перей, ну ничего. Вот просто бетон торчит, оставшись. Потом смотришься, видишь, там нет кусков бетона уже. Они туда тоже прорываются небольшими группами в этот микрорезом Канал. Ну, сам Канал преодолеть тяжело. Воды там нет, я все смеюзил. Давайте запустим воду и купим авианосец. Попросим волонтеров, запустим авианосец. Тут напугаем, они с ума просто сойдут одного вида. Ну, это шутки. Канал сухой, но его техника преодолеть не может. Даже десант, если она подвозит к Каналу, они пробовали, останавливается, высаживает десант. Вот тебе стоящая коробка, вот тебе кучно собравшийся десант. Отлично. Отлично, да, их не надо отлавливать по одному. Поэтому, ну, а группы по два, по четыре, по пять человек, ну, редко больше, сейчас-то раньше было до двенадцати, сейчас до пяти. Они, в принципе, проскакивают легче. Они по одному могут проскакивать, там опять собираться вчетвером, или по двое, две двойки работать. Они пробрались в канал на той неделе, на этой уже, я не помню, вначале. Забрались на одну многоэтажку, влупили туда свой флаг российский, заминировали его сразу же, чтобы мы полезем снимать. Как она? Вот, на их нема мы его дроном сняли, вместе с бомбой, так что. Вот, так это все выглядит. То есть, часик, вот эта часть, особенно микрорайон-канал, который ближе к Бахмуту, он по ту сторону реального канала, так называется микрорайон, и новый, который, ну, небольшой аппендикс, им достается по полной программе, и, конечно, их постепенно, ну, как ни крути, ну, авиация работает, кабы работают, ракеты работают, арта работает, минометы, дроны с Бахмута прямо их курируют, ну, поэтому постепенно часик равняют с землей, превращая в груду кирпича, с этим пока, к сожалению, ничего не наделаешь. Но мы ждем все-таки F-16, ждем, когда уже не нас будут разбирать с воздуха, а мы уже планировали с пацанами все-таки скинуться, да как-то попросить волонтеров и купить F-16, но нам помешал зампобой, он настаивает все-таки на покупке ядреной бомбы, чтобы быстрее решать вопрос. Ну, это наш юмор, мы за юмором спасаемся, на самом деле, от этих стрессов. Вот как раз сорвали у меня с языка, потому что следующий вопрос о F-16, нам уже пообещали его в средине лета. Во-первых, первый вопрос, почему постоянно откладывается, обещали начало весны, средина весны, давайте после Паски, начало лета, средина лета, ну, сейчас вот средина лета, вроде бы уже железно сказали, что средина лета 100% будет, все, не переживайте, вот будет вам поставка F-16. Но тут вот какой вопрос, а сколько должно прибыть F-16 в Украину, сколько пилотов должно быть и так далее, чтобы мы получили вот то самое преимущество в воздухе, чтобы нам можно было выиграть там территории, время и все остальное. 120 самолетов было бы очень хорошо. Но нам не дают столько. Как военный пилот военному пилоту, я тебе скажу 120. Поскольку мы оба разбираемся плохо, мы точно не можем сказать сколько. Конечно, 12, это уже что-то решает, 24 лучше, 36 лучше, все-таки 120, говорят наши политики, это уже хорошо. Что касается, когда они будут, ну, честно, чтобы не получить по голове заболтовню, за лишнюю, и как бы быть, ну, понимаешь, не будет такого, что торжественно под звуки труп, прямая трансляция, к нам возят F-16. Они незаметно появятся, незаметно где-то будут. Может быть, у нас где-то в Капанирах возле аэродрома под землей, может быть, за восточной границей, а здесь будет куча макетов. И они начнут работать тоже. Не будет торжественных съемок первого сбития вражеского самолета. Они начнут сбивать. Я уверена, что... Максимально долго будем списывать это на работу нашего ПВО или вражеского ПВО, или на курение в неположенных местах, как мы долго списывали ракеты. Поэтому вполне возможно, что они уже работают. Не знаю, где они есть, кому принадлежат, на каких аэродромах. Но вполне возможно, что есть определенные результаты. Помнишь, как самолетопад тут был совсем рядом? Летели все подряд. Все это пишут на бойцов, на чудесную стрельбу из ПВО, на великую удачу пулеметчика. Потому что, ну, зачем? Афишируют. Вти рано или поздно враг, конечно, просчитает, что вдруг случилось, почему и самолеты падают. Поэтому, возможно, они есть уже. Может быть, будут завтра, может, через неделю. Торжественно и громко об этом объявят, когда все уже будут и так все прекрасно понимать. Ситуация такая не только с самолетами, с массой вооружения. Равно как в случае каких-то иностранных войск здесь тоже не будет парадного марша от границы до сюда. Люди будут работать, а потом дадут тебе через месяц интервью о том, как они здесь воевали. И прекрасно работали. Но тут, конечно, я не могу не вспомнить политику, статью. Они написали о том, что США разрешили Украине бить своим оружием по любым силам Российской Федерации, атакующим через границу, а не только у Харькова. По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, разрешение распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу. Дело не в географии, дело в здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территорией, имеет смысл только позволить Киеву нанести ответный удар по силам, которые бьют из-за границы. Можем ли мы считать, что это некий прогресс в этих разрешениях, запретах, и можем ли мы рассчитывать, что по чуть-чуть вот эти запреты будут смещаться в сторону, там, я не знаю, Москвы, Питера и так далее? Тенденция хорошая, но все равно эти их плавные формулировки, эти мягкие. Я всегда смеюсь, что если бы я так ухаживал за девушкой в 20 лет, как они пьют там самолеты и ракеты, администрация Байдена, то у меня бы не то, что детей не было, мы бы еще не дошли бы даже до снятия футбол. Это лирика. Но в самом деле, ну что значит атакующие части? Никто не собирается, опять-таки, торжественным маршем и говорит, мы идем атаковать. Все. Все записали, передали. Нет. Самые уязвимые перед атакой, когда они сидят под землей, рассеяны по лесу, по ним бить тяжелыми ракетами, ну не тот урожай. А вот когда они поднялись, добрались внутрь, залезли на броню, в грузовики, все, подтянули топливо, все, выдвинулись, все, вот они выдвинутся, пересекут границу, условно, как было на Харьковщине, и дальше опять рассыпаются на колонны, на отдельные группы, которые работают. Но в тот момент, как они собрались, их нужно провести вот это расстояние от места дислокации до места, где они начнут штурмы, вот в этот момент они уязвимы. Колоннами ли они идут, или пытаются как-то порознь, все равно они скучены, и они уязвимы, они все на поверхности, они все вместе. В этот момент по ним бить. Если бы мы ударили в тот момент, была возможность бить по Белгородской области, в тот момент, когда они собрались, никто бы в Харьков не зашел. Осталось бы 10-20% перепуганных, оглушенных, контуженных, живых. И все, и никто уже никуда не идет, никто никуда не бежит. А пока, ну, нам тут проще, потому что формально основная наша проблема и самолеты, которые сбрасывают КАБы, и все их склады, ресурсы, это все Донецкая, Луганская область, то есть это официальная территория Украины. Мы бьем по вещам, которые расположены на территории оккупированной Украины, то есть мы в своем законодательном поле. Единственное исключение, это системы ПВО, которые стоят дальше и в Донецкой, и в Луганской области, но они стоят и в Ростовской, и в Воронежской, и в Краснодарском крае. По этим работает, естественно, СБУ, работают дроны и работают очень успешно. Мы вот тоже, косвенный признак, приходится, что война многое судить по косвенным признакам. Меньше внимания НПЗ, меньше внимания каким-то инфраструктурным объектам, складам СБК, по всему этому бьют, но видишь, две-три недели, как очень жестко работали именно по РЛС, по радиолокационным станкам. Где могли бы носили полностью всю систему ПВО, где не получалось, черт с ней, спусковой установкой, слепая она практически бесполезна. Выносим РЛС, выносим глаза, выкалываем врагу глаза. Это вот опять-таки Донецкая, Луганская область там, Ростовская, Воронежская, Краснодарский край и Крым. Мы их ослепляем. Зачем? Просто для того, чтобы нанести экономический урон врагу? Нет, это нелепо. Мы их ослепляем, очищая небо. Для чего? Естественно, не для воздушных шариков. Как у Северной Кореи. Мы очищаем для работы нашей авиации, для работы тех же F-16. То есть это очень показательно. Никто не санкционировал бы такие действия, такой расход наших дронов и такие точечные удары по российским РЛС, если бы в этом не было оперативной уже необходимости. То есть близкой. Ну да. Ну и напоследок, заговорили, естественно, о втором саммите мира, о участии России в этом саммите. Даже там с высших кругов это прозвучало. Некоторые западные издания ссылались даже на главу офиса президента Ермака. Якобы от него шла такая инициатива. И многие начали спрашивать, а как это вообще возможно, если у нас законодательно даже запрещено вести переговоры с Российской Федерацией? Как это практически может происходить? И выступил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, и сказал, это может быть по принципу зерновой сделки. Когда сначала мы говорим с Турцией и ООН, Турция и ООН, соответственно, говорят с Россией, подписываются какие-то документы, не мы подписываем, они подписывают, и они выступают гарантами. Но есть два нюанса. Первое. А надо ли нам такие переговоры вот в таком формате и с такими представителями на таком уровне, это раз. А два, мы же помним, как закончилась зерновая сделка и чем она закончилась, и как Россия прекрасно придерживалась этой зерновой сделки. Стоит ли нам полагаться на эту историю? Зерновая сделка закончилась прекрасно, необходимость не отпала, мы просто зажмали черноморскими дронами. Я думаю, что здесь будет так же. Формально, да, Кулеба прав, формально это будет через посредников, через третьи страны. Неформально, мы взрослые люди, и мы прекрасно понимаем, что переговоры идут, наверное, с апреля 2022 года. Может быть, не Украина, а Российская. Естественно, не между первыми и не близкими к первым лицам. Через посредников, через, даже не переговоры, это называется консультации. Ну да. Они идут постоянно. И когда консультации там под патронатом США, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Китая, когда эти консультации говорят о том, что все, есть решение, можно начинать переговоры в любой форме с любыми посредниками. Сейчас саммит мира, перед ним тоже были консультации, планировалось уже, ну, много утечек, официальной информации нет, но утечкам этим я доверяю. Что планировалось, да, перемирие числа на 15 июля, прекращение огня, расход, то есть вот такие к этому выходили, ключевые игроки, Германия, Франция, США, Китай, Украина, Россия в данном случае на них ориентируется, вынуждены слушать и мы, и россияне. Было такой сценарий, и каждая страна ставит свои условия, что мы хотим получить в результате этого перемирия или мира, чего угодно. Россия выкатила требования по линии боевого зиткновения, которые есть сейчас, границы, которые признает весь мир и Украина, признает их границами России, то есть все оккупированные территории, включая Крым, Донецкую, Луганскую, часть Запорожской, часть Херсонской области, признаются российскими, границы, клятвы в том, что мы их не нарушаем, сокращение украинской армии и так далее. Естественно, Россия была послана, потому что признать эти границы никто на Западе не хочет, потому что это ящик Пандоры, мы его открываем, и завтра может любой захватывать территории и объявлять их своими, рассчитывая на переговоры на успех уже по прецеденту. И тут такие Китай с Тайванем и куча других конфликтов начинаются. На это никто не пошел, а Украина хочет вернуть свою территорию. Вот такие две разные позиции. Какой смысл сейчас садиться за стол переговоров через посредников или нет? Никакого. Мы озвучим на любом уровне. Мы свои требования, Россия свои, они настолько далеки, что тут свести... Ну, многие говорили, что нужна передышка, вот это вот, так сказать. Но нам, по большому счету, нужна не передышка, а мир. Потому что, во-первых, большой вопрос, кто эффективнее использует передышку. А вдруг мы один раз уже собрались, накидали, как-то им отбили атаку, и в том числе от Киева, от Харькова, что-то освободили, освободили Херсон. Сможем ли мы второй раз, если они опять внезапно нападут, сможем ли мы второй раз также мобилизовать союзников? Или Россия сделает выводы? Они, на самом деле, тут не столько наша крутизна сыграла роль, а их ошибки. Мы тут смеемся с ребятами шутки ради поставить в Киеву большой двойной памятник Путину и Медведчуку. Путину за то, что он объединил нацию украинскую, как никто. Да, кстати. Он нас всех перемирил, а Медведчук это человек, который сыграл для обороны Украины самую большую роль. Он обманул Путина, он рассказал, что здесь не будет сопротивления, армии нет. Их будут встречать цветами. В общем, два человека, которые оказались очень полезны и памятник заслужили. Второй раз Россия в эту ловушку не попадет. Поэтому нам нужно не перемирие, а какой-то мир с какими-то серьезнейшими гарантиями, минимум как статус члена НАТО, хотя я больше уже верю действительно в нашу армию, в нашу обороноспособность, чем в НАТО. Вот, так что, а пока стороны, ну, позиции настолько различны, что их не сведешь воедино, и пока нет смысла встречаться. И действительно, и даже Путин говорит это о том, что дальнейшие предложения России будут зависеть от ситуации на поле боя. Он совершенно прав. Я не знал, что когда-нибудь это скажу, но тут он прав. Правда, он подразумевает наверняка то, что он еще что-то захватит, и мы будем более сговорчивыми. Я подразумеваю наоборот. Ситуация будет ломаться к концу лета, будет на нашей стороне уже и по озброине, и по БК, и по людям, даст Бог, мобилизация себя проявит. И мы будем больше диктовать условия, и он забудет про свои фантазии. Дайте мне то, что мы еще не успели захватить. Так что, да, все будет зависеть от этого. И тогда как-то изменится ситуация на поле боя. От этого будет, это первая причина, от нее будет зависеть изменение уже в дипломатической позиции сторон, и от этого будут зависеть уже позиции сторон, которые договариваются. Пока договариваться не о чем. Мы хотим, скажем, на разного. И мы, и Россия устали, но ни мы, ни Россия не надлоблены настолько, чтобы соглашаться на все. Так что пока будет продолжаться война. Я думаю, что даже осенью это принципиально не изменится. Даст Бог, что это будет зимой. Будем ждать эту зиму. Она обещает быть очень сложной, но мы готовы. Вот даже сейчас мы записываем это интервью. У меня нет цвета, но я купила солнечные панели, поэтому мне не страшно. Вам спасибо большое за то, что вы делаете, за вашу службу. И обязательно берегите себя, потому что у нас еще много вопросов. Друзья, также вам напоминаю, Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий ВСУ и автор телеграм-канала, который я сама читаю, который я вам рекомендую. Сазонов Афишал называется английскими буквами. Но чтобы вам не утруждать себя, ни писать, ни искать, мы оставляем ссылочку под этим видео. Вам достаточно на нее кликнуть. Вы сразу попадаете на страницу этого телеграм-канала, нажимаете подписаться. Вот вы уже подписчик этого телеграм-канала. А что это значит? Вы можете получать оперативную информацию, вы можете получать разные житейские ситуации фактически с передовой и понимать, что... И котиков. И котиков. И котиков, да. Кстати, там есть кошка прикольная. Вот недавно я о ней читала историю. Такая вот смугас-то сидит там. Вот если подпишетесь на канал, и вы будете тоже знать о ней разные истории, как она там выпрашивает консервы, все остальное, прикидывается, голодающий. Вот весьма занятно. Друзья, всем спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Продолжайте в том же духе. Нас больше миллиона. Это уже о чем-то говорит. И мы увидимся в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова